Эту тем более подробно обсудим с Максимом Блантом, это экономический обозреватель и публицист. Максим, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, какая-то двузначная политика Китая получается. С одной стороны, боятся санкции Европейского Союза, но с другой стороны, ищут пути обхода и незаметно пытаются все же торговать с Российской Федерацией. Как вам видится в целом ситуация с куплей, продажей и с товарооборотом между Москвой и Пекином? Ну, начнем с последнего. Товарооборот падает, и санкции начинают работать. Что касается двузначной политики, то это не совсем справедливо, потому что есть китайское государство, которое декларирует, что мы друзья, и Китай никаким образом не принимает участие в том, как они называют, конфликте, который разразился между Россией и Украиной. Но это заявление официальных китайских лиц. Есть китайские банки, китайский бизнес, которые категорически не хотят под американские, европейские, австралийские и так далее санкции или японские. И этот бизнес принимает решение, исходя из собственных интересов. И именно бизнес принимает решение о том, проводить платежи, не проводить платежи, торговать с Россией, не торговать с Россией. Более того, даже те компании, которые не отказывались до последнего времени торговать с Россией, столкнулись с тем, что банки отправляют оплату за уже поставленные в Россию товары обратно российским отправителям. То есть китайские компании страдают не меньше российских. И понятно, что это такая мощная прививка от того, чтобы заниматься рискованным бизнесом, который приносит, впрочем, очень неплохие доходы, потому что китайские компании, китайские банки очень неплохо зарабатывают на том риске, который они принимают на себя, торгуясь с Россией, на риски попасть под санкции. Публикации относительно того, как поступают китайские банки, много. И одна из, например, публикаций говорит о том, что торгуя с Россией, китайские банки выставляют внутренний курс конвертации, который очень сильно отличается от официального курса рубля к юаню, который публикует российский центральный банк. То есть фактически, и здесь можно говорить, что когда речь идет о внешней торговле российской, то российские импортеры страдают еще и от того, что курс рубля к юаню – это не 12 рублей за юаню, а 13 с лишним, как выставляют китайские банки. То есть и в этом отношении, да, и российская экономика от этого страдает, потому что импорт и импорт из Китая – это единственный, пожалуй, способ насытить и удовлетворить тот платежеспособный спрос, который вызван бюджетной накачкой экономики за счет накачки военно-промышленного комплекса, за счет щедрых выплат контрактникам и так далее и тому подобное. То есть центральный банк пытается бороться с инфляцией. Инфляцию побороть невозможно, единственный способ хоть как-то ослабить вот это ценовое давление – это был импорт. И поскольку ситуация развивается далеко не в пользу российского импорта из Китая, здесь проблемы могут быть серьезными, и вот это инфляционное давление непонятно к чему приведет, потому что все, что делает Банк России, пока приносит только ровно противоположные плоды. То есть повышение ставок бьет по промышленности, а не по платежеспособным способам. Еще важный момент, ведь это же все несет за собой последствия. Можно ли сейчас охарактеризовать в целом, опять же, возможно, это очень глобальный вопрос, но все же потери, недочеты, недофинансирование тех или иных отраслей Российской Федерации а – из-за ухода инвесторов из Российской Федерации, б – из-за уменьшенного количества рынка сбыта. Ведь ни для кого не секрет, что Российская Федерация, грубо говоря, страна-бензоколонка. Очень много энергоресурсов, но их еще нужно куда-то продать. Достаточно ли покупателей? Ну, если говорить о самых таких зримых и значимых потерях, достаточно взглянуть на отчетность компании «Газпром». Компания, которая всегда торговала в плюс и всегда была дойной коровой для российского бюджета, курицей, которая несет золотые яйца. «Газпром – это наше все» была такая реклама некоторое время назад. Сейчас эта компания глубоко выточная. Соответственно, вот вам потери европейского рынка сбыта для «Газпрома». Причем не всего рынка. Речь идет пока только о трубопроводном газе, да и то не обо всем. То есть и по результатам прошлого года компания вышла в рекордный убыток. Если говорить только о торговле газом, больше триллиона рублей потери. Это при том, что в 1922-1921 годах порядка триллиона была чистая прибыль «Газпрома». Соответственно, дальше, если говорить о потерях бюджета, то можно вспомнить, что до войны российский бюджет откладывал в Фонд национального благосостояния, в Кубышку правительства, существенную часть нефтяных сверхдоходов. Сейчас бюджет, во-первых, дефицитный, уже практически с начала войны. Во-вторых, тратится все, что получается от экспорта нефти, вся нефтегазовая прибыль бюджета. И бюджет еще и залезает в дефицит. Причем, с одной стороны, дефицит на фоне других стран может показаться не очень критичным. Но если учесть, что кредитовать Россию могут только российские банки, даже китайцы отказываются кредитовать Россию, даже государственный долг отказываются покупать. А во-вторых, при уровне ставки 18% годовых, это не под 0%, как Европа или Япония занимать, или как США под ставки близкие к нулю. Занимать под 18% даже для российского правительства, это, в общем, довольно самоубийство. Поэтому потери действительно есть у российской экономики, они большие. Главный, собственно, выход и главный зримый результат этого всего, это, во-первых, неостановимая инфляция. И, во-вторых, буквально недели две назад в городах российского Золотого Кольца вдруг в магазинах пропали продукты, в магазинах пятерочка. Это тоже одно из последствий войны, потому что и не из-за того, что там у этих продуктов просто дефицит в России, да, хотя вот с яйцами был дефицит, а потому что после рейдов там правоохранительных органов все мигранты разбежались и работать некуда. Вот это еще одно последствие того, что происходит в российской экономике. И без импорта, я повторюсь, без импорта уже сейчас вот последние данные, которые выходят и в Росстате, и в Институте народного хозяйственного прогнозирования РАН, и по опросам Центрального банка, демонстрируют, что российская экономика, во-первых, резко тормозится, инфляционные ожидания при этом растут, и сейчас на горизонте замаячила стокфляция. Это очень неприятная штука, потому что традиционными методами, там, повышением, снижением ставок, налоговыми какими-то льготами или, наоборот, унисточением, это все не лечится, да. Любые действия правительства или Центробанка при стокфляции скорее носят негативный характер, и выйти из этого экономика сама к себе не может. А в условиях войны, в условиях мобилизационной экономики, когда факторы, влияющие на инфляцию, никак не зависят ни от правительства, ни от Центрального банка, это вообще ситуация безвыходная. Тут еще важный момент, что Российская Федерация через свои пропагандистские ресурсы очень часто говорит об импортозамещении. Как я для себя это представлял? То бишь, берется вместо иностранных комплектующих, изобретается, делается свое российское, и ставится, используется в автопромышленности, в судостроении, авиапромышленности и так далее. Но, как показывает практика, импортозамещение в России, наяву, как оно есть, это не создается что-то новое российское, а просто поменялись поставщики из того же Китая, из тех же там третьих стран. Поясните, пожалуйста, или я ошибаюсь? Ну, смотрите, с самого начала, когда в 22-м году в российских школах начались уроки импортозамещения, было очевидно, что все, что Россия потеряет от разрыва торговых отношений с Европой и развитыми странами, производить на территории России просто некому. Вот в эту проблему российская экономика как уперлась в конце 22-го года, так до сих пор эта ситуация только усугубляется. Да некому, людей не хватает. Это раз. Во-вторых, нету достаточного количества оборудования, которое тоже поставлялось из Европы, из других развитых стран. Сейчас какие-то до последнего времени шли какие-то аналоги из Китая, но, опять же, это не самое современное оборудование. И, повторюсь, работать на нем некому. Поэтому импортозамещение где-то действительно что-то научились делать. Но если мы посмотрим на российский самолет, который обещали сухой суперджет сделать полностью российским в 24-м году, этого нет, и на горизонте ближайших 5-7 лет российский самолет так и не полетит. Автопром полностью китайский. Всегда завозят китайские автомобили, покрасят их, назовут их автомобиль москвич. Вот теперь вот это так называется импортозамещение. То есть в каких-то вещах, ну там самых простых, да, йогурт и еще что-то научились, да, яйца научились там из подку доставать. А что-то более сложное, да, действительно, здесь только параллельный импорт. И в этом проблема, да, о технологической деградации еще в 22-м году говорили все, начиная от независимых экспертов и заканчивая главой Центрального банка Эльвира Набиулина. Ну вот она происходит, эта технологическая деградация. Макс, огромное вам спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Всегда рады вам в эфире Freedom за ваше аналитическое видение. Максим Блант, экономический обозреватель и публицист с нами был на прямой связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.